да все мы можем начинать добрый вечер я бы я хотел бы начать сегодня с того что пожелать успеха и сил солдатами и офицером царя которые сейчас воюют в женине с террористами чтобы все вернулись здоровыми и целыми вот меня как и может быть некоторых других здесь присутствующих это и лично касается так что будем надеяться на на то что все будут благополучны мы присоединяемся да мы сегодня разделим на занятия на две части первой части мы закончим разговор греческих добавках книги даниэля одну значит мы прочитали во первых те вот текст которым появляется молитва и словословия в истории о трех отроках и огненной печи в прошлый раз обсудили это обсудили также рассказ о шушане и старцах даниэль выступил в качестве праведного суди и в общем очевидно что эти добавки призваны восполнить некоторые лакуны в тексте так это так можно себе по крайней мере это объяснить в одном случае это просто очевидно герои должны молиться и благодарить бога за чудесное спасение даниэль должен уже в молодом возрасте быть представлен как мудрый справедливый судья в чем-то как мы говорили повторяющий фигуру шлому а сегодня мы прочтем еще одну историю разделенную на две и увидим что она удивительным образом похоже зародилась из одного стиха в книге пророка ирмиел вот но сначала мы эту историю прочтем значит сейчас я почему-то и и себя не наблюдаю сейчас я еще раз открою это в славянской скажем библии все планете это 14 глава книги даниэля почему она у меня нет а вот вот 14 глава книги даниэля я ее прочту мы затем этот текст обсудим царь астиаг приложился к отцам своим и кир персиянин принял царство его кстати это вполне в чем-то вполне себе историческая деталь что деда кира со стороны матери действительно так звали он был медийцем его мать была из мидии мать кира вот так что здесь в этом вступлении содержится некоторая пусть не точная но все-таки воспоминания об исторических факторах и даниэль жил вместе старем и был славнее всех друзей был вавилонин идол по имени тут написано вил но имеется ввиду бел бел он же баль в ханаанском пантеоне балу в угорицком пантеоне и и сдерживали на него каждый день 20 больших мер пшеничной муки 40 овец и вина шесть мер надо сказать что опять таки хотя кир был царем персидским но я уже в свое время говорил вам о том что кир позиционировал себя как восстановителя попранных святынь а последний царь вавилона на ванне мы об этом говорили фактически забросил древние культы в частности культ мардука него и белла и вас на продвигал культ сина бога луны для этого прибыл харан в частности то место откуда происходила его мать и вот кир захватил вавилон он частности позиционировал себя как тот который восстанавливает храм а так что нас не должно удивлять то что вот как бы здесь смешивается да кир персидский вавилон кир назвал себя царем вавилона так вот и сдерживали на него каждый день 20 больших мер пшеничной муки 40 овец и вина 6 мер царь чтил его и ходил каждый день поклоняться это уже некоторая может быть не может быть а точно натяжка у кира были свои божества но уважал он и вавилонский даниэль же поклонялся богу своему и сказал ему царь почему ты не поклоняешься был он отвечал потому что я не поклоняюсь идолом сделанным руками но поклоняюсь живому богу сотворившему небо и землю и владычествующему над всякой плотью да это немножко напоминает нам третью главу книги даниэля где вы на худоносор создал огромного золотого идола требовал чтобы ему поклонялись а трое друзей даниэля отказывались это дело здесь мы видим что автор очевидно автор этого текста хочет восполнить недостаток чтобы и про даниэля тоже рассказывали о том что он не пожелал поклониться истукан они в коем случае не поклониться истукан не только его трое его друзей в масорецком тексте а вот он говорит я поклоняюсь только живому богу сотворившему небо и землю и владычеству над всякой владычествующему над всякой плоти царь сказал не думаешь ли ты что был неживой бог не видишь ли сколько он ест и пьет каждый день а значит мы видим что а рассказчик здесь автор этого текста насмехается над с одной стороны истуканами идолами с другой стороны выставляет наспех насмех простодушного кира который в самом деле верит что истукан у которого нет рта чтобы есть реального тем не менее есть даниэль улыбнувшись сказал не обманывайся царь ибо внутри глина а снаружи медь никогда не ел не пил тогда царь разгневавшись придано призвал жрецов своих и сказал им если вы не скажете мне кто съедает все это умрете если же вы докажете мне что съедает это был умрет даниэль потому что произнес хулу на бела и сказал даниэль царю да будет по слову твоему жрецов бела было 70 кроме жены детей число известное да всегда должно быть 70 это как бы цельное полное число вот даниэль против 70 жрецов бела и пришел царь с даниэлом в храм бела и сказали жрецы бела вот мы выйдем вон а ты царь поставь пищу и налив вина запри двери и запечатай перстнем твоим если завтра ты придешь и не найдешь что все съедено белом умрем или даниэль который солгал на нас они не обращали на это внимание потому что под столом сделали потаенный вход на это уже добавляет автор объясняет что там происходило им всегда входили и съедали то есть на самом деле жрецы бела мошенники все эти 70 жрецов которые нагло съедают пищу предназначенную белу когда они вышли царь поставил пищу перед белом а даниэль приказал слугам своими они принесли пепел и посыпали весь храм в присутствии одного царя и выйдя заперли двери и запечатали царским перстнем и отошли жрецы же по обычаю своему пришли ночью женами и детьми своими и все съели и выпили на другой день царь стал рано и даниэль с ним и сказал целой печати даниэль он сказал целый царь и как скоро сотворены были двери царь взглянув на стол воскликнул громким голосом велик ты был и нет никакого обмана в тебе даниэль улыбнувшись удержал царя чтобы он не входил внутрь и сказал посмотри на пол и заметь чьи это следы царь сказал вижу следы мужчин женщины детей и разгневшись царь приказал схватить жильцов женах и детей они показали потаенные двери которыми они входили и съедали что было на столе тогда царь повелел умертвить их и отдал бела даниэлю и он разрушил его и храм его так заканчивается первая часть этой истории даниэль оказался сильнее и мудрее жрецов бела и в этом заключается его отличие от трех отроков которые тоже отказывались поклоняться идолами готовы были пожертвовать собой даниэль же данном случае как и в истории с шашана и старцами проявляет мудрость мудрости и сыскные способности он своего рода такой шерлок холмс которому удается обнаружить хитрость жрецов бела 2 часть рассказа следующая был на том месте большой дракон да это греческое слово дракон если считать что добавка была написана изначально на иврите что не факт на то возможно что здесь было слово танин был на том месте большой дракон и вавилоне не чти его и сказал царь даниэлю не скажешь ли я об этом что он медь вот он живой и если пьет не можешь сказать что этот бог не живой и так поклонись ему значит опять же мы как бы как читатели понимаем исходно что простодушный кир обожествляет какого-то какой-то мифическое чудовище которое на самом деле не достойно этого в отличие от истории из белом где потешаются насмехаются над истуканом здесь находим некий мифический элемент а древнее чудовище древний дракон который появляется в мифах о сотворении а и в тоннах преследует своей целью привести эти существа от некой деградации лишить их божественного статуса даже если в них есть осталось еще как вот это составляющая темный вражеский по отношению богу силе вот что же делает даниэль даниэль сказал господу богу моему поклоняюсь потому что он бог живой но ты царь дай мне позволение я умершлю дракона без меча и жиле и жезла царь сказал даю тебе тогда даниэль взял смолы жира и волос сварил это вместе и сделав из этого ком бросил его в пасть дракону и дракон расселся то есть как бы фактически умер и сказал даниэль вот ваши святыни когда же вавилоне не услышали о том сильно возникновали его стали против царя и сказали царь сделался иудеем царь потакает даниэлю бела разрушил убил дракона и предал смерти жрецов и придя к царю сказали предай нам даниэля иначе мы умер твин тебя и дом твой и так на самом деле можно сказать что сам по себе мотив того что чуждый народный властитель прославляет бога израиля мы видели его и в изначальном рассказах текста книги даниэля здесь делается еще один шаг вперед царь по мнению по крайней мере его собственного народа принимает иудаизм делается иудеи истории подобного рода известны нам как раз из эллинистической эпохи так например семья из одиабены в месопотамии которая принимает иудаизм в римскую эпоху нам известны прецеденты прозелитизма и вот здесь это тоже как бы проявляется когда царь увидел что они сильно настаивают принужден был предать им даниэля они же бросили его в ров львины и он пробыл там шесть дней и интересно то обстоятельство что автор этой добавки он на самом деле и даже не стремится к тому чтобы разнообразить сюжет значит а ведь согласно шестой главы главе книги даниэля он был уже брошен царем дарием в львиный зев львиный ров там провел ночь и был чудесным образом спасен здесь здесь да и я вам напоминаю что с точки зрения автор книги даниэля дарий предшествует кира киру да это исторически не правильно вот но дарий у него это дарий медийский а кир кир персидский так он то и вот теперь как бы кир повторяет то что сделал дарий но усиленной версии 6 дней он прибывает даниэль в этом львином руби рве и во рве было семь львов и давалось им каждый день по два тела и по две овцы в это время не давали чтобы они съели даниэля для сравнения опять же в той же 6 главе где рассказывается о том как даниэля бросили в львиный ров значит там нет таких нет таких подробностей там просто говорится что львы не тронули даниэля потому что бог послал своего ангела и заградил им пасть а здесь такие натуралистические подробности и более того и этим собственно завершается рассказ был в иудее пророк хавакук здесь по-гречески авакум который сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо шел на поле чтобы отвести отнести это жнецам на деталь которая совершенно неизвестно из какого бы то ни было другого источника касательно пророка хавакука хавакука пророк хавакук это один из так называемых малых пророков пророков тресар книга которого состоит из трех глав и там действительно содержится пророчество связи с появлением вавилонян на исторической сцене не не персом как бы единственная зацепка связан в нашем рассказе связанная с хавакуком это то что здесь как бы культ культ вавилонский так вот этот пророк хавакук здесь почему-то идет на поле чтобы отнести хлеб жнецам детали исключительно интересная и в общем повторяю ни от куда ни ни от куда ни следующее и что же происходит но ангел господин сказал хавакуку отнеси этот обед который у тебя в вавилон даниэлю в ров львиной хавакук сказал господин вавилона я никогда не видал и рва не знаю когда ангел господин взял его за темя и подняв его за волосы головы его поставил вавилоне на родовом силу и духа своего интересно что автор этой добавки соединяет пророка хавакука с другим еврейским пророком действительно жившим в вавилоне пророком и хитскелем который был вообще визионером и в частности в одном из видений он тоже рассказывает как бог берет его за волосы и переносит в некую долин и возвал хавакук и сказал даниэль даниэль возьми обед который бог послал тебе который бог послал тебе вот окончание здесь даниэль сказал вспомнил ты обо мне божий не оставил любящих тебя и встал даниэль и ел ангел же божий мгновенно поставила хавакука на его место седьмой день так как раз седьмой день опять же это число цельное седьмой символическое седьмой день пришел царь чтобы поскорбить о даниэле и подойдя к рву взглянул в него и вот даниэль сидел и воскликнул царь громким голосом и сказал велик ты господь бог даниэла даниэль и нет ни иного кроме тебя да то есть попытка народа привести к тому чтобы царь отдалился от бога израиля привела на самом деле ровно противоположный противоположному результату и приказал вынуть даниэля а виновников его погубления бросить в ров и они тотчас были съедены в присутствии его и это собственно говоря ровно то что рассказывается и в шестой главе вот то есть если мы подытожим сейчас эти два рассказа мы видим что даниэль борец с идолопоклонством истории посвященной борьбе с идолопоклонством не просто мартирологические истории а именно насмешка над истуканами над всем что связано с языческим культом и как бы еврейский герой который перед всеми выявляет пустую суть языческих культов и языческих богов вся эта тематика этот мотив известен нам из эпохи греко-римской хотя корни его ранее лежат в пророческих текстов персидской эпохи в частности например у второй сайи на как то где значит рассказывается о том как и дало одно из пророчеств говорит о том что как язычники делают своего бога и поклоняются им при том что он совершенно этот бог ни на что не способен но от рассказы о том как еврейские герои насмехаются ставят насмех языческих богов и языческие культы известны нам из греко-римской эпохи и позднее например у нас есть более поздние истории об аврааме хотя не исключено что сама традиция уход вот авраама борющегося с идолами уходит своими корнями в эпоху второго храма потому что нечто подобное хотя и не буквально рассказывается и книги юбилеев по поводу авраама так что опять-таки повторяю сама по себе сам по себе вот этот мотив известен нам из этого из этого времени из греко-римской из греко-римской эпохи даниэль должен тоже предстать в этой роли это видимо цель автора наших добавок как я и сказал я хотел бы отметить что возможно эти два рассказа являются мидражом расширенным мидражом к одному стиху из книги пророка ирмия у книги пророка ирмия у пророка конца эпохи первого храма есть пророчество о вавилоне 50 в 51 главе и там появляется в частности такой стих от имени бога говорится и я накажу или вспомню о беле в вавилоне и выну его иду из пасти его из арта его в оцетии от беле мипи и не будут больше к нему влечься народы и стена вавилонская падет вот эти детали я накажу беля в вавилоне и вытащу и его пищу из его уст это возможно как полагают некоторые исследователи ли эти слова легли в основу двух наших рассказов с одной стороны все крутится вокруг еды а значит кто и кто ест жрицы или сам белл и дракон которая которому вы даниэль как раз бросает в пасть нечто несъедобное и он расседает и практически гибнет и все это как некий знак падения бывшего великого вавилона вот так что вполне возможно что эти рассказы которые мы сейчас прочли действительно вырастают при том что сам по себе мотив греко-римской греко-римской эпоху был известен но вот конкретно эти детали связанные с едой с тем что даниэль посрамил жрецов бела как будто бы накормил вот этого дракона возможно что эти детали действительно вырастают из стиха из книги ирмиял здесь я поставлю первую точку в нашем сегодняшнем обсуждении значит если есть у вас вопросы касательно этой темы то их сша сейчас самое время задать потому что мы сейчас перейдем к другой теме народ есть вопросы либо мы переходим к новой теме ну хорошо если вопросы появятся их можно будет задать в продолжении нашего разговора значит до сих пор когда мы говорили о книге даниэля мы имели дело с рассказами о даниэле или о трех отроках большинство из которых были написаны по-арамейски плюс вот эти греческие добавки по поводу которых ведутся споры были ли они изначально написаны на греческом языке и включены в текст даниэля в септуагинте или же это были все таки тексты на иврите или араме или арамейском которые были переведены на греческий это спор по-прежнему ведется на эту тему в этой точке мы как бы прощаемся с рассказами начинается нечто совершенно иное да даниэль герой рассказов сейчас на наших глазах превратится в визионера в человека которого посещают видения именно благодаря этому собственно говоря книга даниэля удостоилась своего рода семипророческого статуса где в той же септуагинте а в септуагинте книга даниэля в сводах септуагинты как правило следует после книги ехескеля исайя и шаяу ирмияу ехескель потом даниэль а потом малые пророки то есть книга даниэля воспринималась как пророческая мы с вами убедимся в том что есть существенная разница между тем что мы называем библейским пророчеством и тем что мы находим книги даниэля но прежде всего надо ознакомиться с тем о чем идет речь и еще нас будет занимать загадка языка потому что мы сказали что рассказы о даниэль написаны за исключением первой главы водный которая соединила как мы говорили разные образы эти из этих рассказов но в целом эти рассказы писались на арамейском языке введение даниэля писались на иврите и казалось бы книга таким образом симметрично построена но проблема заключается в том что первое из этих видений которые мы сегодня прочтем написано как раз на арамейском языке и возникает вопрос почему намерено ли это сделано или это результат какого-то другого процесса до об этом мы поговорим но прежде всего мы должны ознакомиться с текстом сейчас я раскрою текст открою текст буду вам его читать он написан на языке это седьмая глава книги даниэля я буду читать сразу же в переводе значит текст идет говорит следующую вещь в первый год правления болтшицара царя вавилонского мы возвращаемся назад да не забудем что последняя глава в масорецком тексте которая которая есть рассказы две последних главы это одна про белша цара а другая там где был шацар погибает а вторая про дарья который кидает даниэля даниэля львиной земли миров также точно дело будет обстоять в этих видениях там дело начнется с был шацара а потом появится дарий потом появится дарья а потом кир то есть вот эта структура на самом деле несоответствующая реальной действительности исторической которую мы встретили в рассказах о даниэле появляется и в его видениях любопытно что нет на выхода носа все начинается с белша цара который представлен даниэля как как сын на выхода носа хотя хотя на самом деле он потомок сын потомка на выхода носа на бонида так вот глава 7 говорит следующее в первый год правления балша цара царя вавилонского было даниэлю видение во сне когда он спал на ложе своем он записал этот свой сон и вот начинается видение так говорит даниэль рамейском она даниэль вам а это второй стих привиделась мне во сне в ночном видении что четыре ветра небесных гушуют на великом море и выходит из моря четыре огромных зверя не похожий друг на друга первый как лев и у него орлины крылья то есть он такой как сфинкс своего рода но затем я увидел что ему оторвали крылья подняли его и поставили на ноги словно человека и дано ему было человеческое сердце другой зверь был на вид как медведь поднятой на дыбы у него в пасте среди зубов торчали три кости и велено было ему встань и в волю наешься мясо потом я увидел еще одного зверя он был как леопарда с четырьмя птичьими крыльями на спине у этого зверя было четыре головы и ему была дана власть а потом увидел я в моем ночном видении четвертого зверя грозного ужасного несравненной мощи и у него были огромные железные зубы он все пожирал и разрушал остатки попирал ногами он не был похож ни на кого из прежних зверей и было у него 10 рогов я посмотрел на эти рога и увидел как еще один маленький рог вырос между ними и трое из прежних рогов были вырваны чтобы дать ему место у этого рога были глаза как у человека и уста говорящий надменно потом я увидел воздвигнуты были престолы и древние днями она и на рамейском звучит как атик я мин воссел на престол его одежда как белый снег а волосы как чистое руно престол его пылающее пламя колеса огонь горящий огненный поток течет выходя от него тысячи тысяч служат ему тьмы тьмы перед ним стоят и судей воссели и раскрылись книги я видел все что произошло с той поры когда раздались надменные речи из уст рога до той поры когда зверь был убит а тело его уничтожено предано огню а тело а тело у него уничтожено предано огню у остальных зверей была отнята власть но им оставили жизнь до срока и видел я в моем ночном видении с облаками небесными приближается некто словно бы человек на самом деле на рамейском кевар и наш как сын человеческий он приблизился и подвели его к древнему днями и даны ему были власть чести царства и все народы роды и племена ему покорились власть его власть вечная неприходящая и царство его нерушимо я на этом заканчивается сон дальше даниэль в первом лице говорит я даниэль пришел в смятение эти видения ужаснули меня я подошел к одному из стоящих и спросил у него что все это означает он объяснил и растолковал мне увиденное эти четыре огромных зверя четыре царя что будут на земле но потом царство будет передано святым всевышнего и они воцарятся на век и во веки веков тогда я захотел узнать что же означает четвертый царь зверь не похожий на других несравненно грозный железными зубами и медными когтями который все пожирает разрушает остатки попирает ногами и что значит десять рогов у него на голове и что такое последний рог выросший когда другие три выпали чтобы дать ему место рост с глазами и устами говорящими надменно который на вид больше других рогов ибо я видел как этот рог начал войну со святыми и одолевал их до тех пор пока не пришел древние днями и тогда святым всевышнего было воздана справедливость настало время и святые воцарились и святые воцарились в ответ он сказал мне вот этот стоящий стоящий это стоящий мы еще поговорим вот но целом как бы понятно что это какая-то божественная фигура и четвертый зверь означает появится на земле четвертое царство непохожие на другие царства и будет пожирать топтать и разрушать все на земле а 10 рогов означают явится в этом царстве 10 царей а потом еще один не похожий на прежних он не зложит трех царей он будет вести речи против всевышнего и притеснять святых всевышнего замыслит отменить праздники и законы святые будут отданы во власть ему на один срок два срока и пол срока но вас сядут судьи и отнимут от него власть будет погублен навсегда уничтожен а народу святых всевышнего будут отданы царственность власть и величие всех царств под небесами царство его царство вечное и всякая власть подчиниться и покориться ему на этом как говорится здесь заканчивается рассказ меня даниэля охватил великий ужас я извинился в лице я сохранил в сердце все это а значит и так перед нами перед нами история видения даниэля которая прежде всего отличается как я думаю вы со мной согласитесь своей загадочность очевидно что она носит символический характер и и следует попытаться следует попытаться эти эту символику эту символику понять проникнуть нее если мы можем истолковать этот сон он здесь истолкован лишь частично понятно только что под зверями подразумеваются царство но перед тем как толковать этот сон я бы хотел сразу же здесь отметить отличие этого видения от того что мы как правило называем пророческими текстами я думаю что всякий кто читал текст это на ха всякий кто читал текст это на ха помнит что пророки пророки в первую очередь являются посланниками даже когда их посещают видения а иногда это бывает видения посещали пророка амоса например пророка ирмияу позднее пророка захария и иногда эти видения требовали истолкования но всякий раз пророк был послан для того чтобы рассказать о том что он видел о том что он слышал эти пророчества носят публичный характер в то время как здесь мы видим нечто иное некий другой феномен который явно не тождественен феномену пророчества герой 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 посещает видение в данном случае видение во сне которое взывает к истолкованию и сам герой хочет понять это видение и оно частично ему открывается частично остается в тайне он хранит это в сердце ему страшно в каком-то смысле это больше напоминает сны которые мы находим например в книге Берешит те же сны фаралона которые требуют истолкования или даже видение там скажем сон который видит Яков находясь в Бейтели вот эта лестница значит я говорю это к тому что перед нами феномен отличающийся от пророчества потом уже не сейчас мы подведем некоторые итоги и постараемся определить значит вот эту границу между феноменом пророчества и феноменом такого рода видения которое отличается от видений как пророческих так и тех которые мы наблюдаем например в книге Берешит тем что это видение подчинено некой исторической заранее заданной модели на большой срок скажем то что видит Яков во сне он видит лестницу ангелы поднимаются и спускаются по ней и в общем ему объясняется в результате что Бог будет с ним Бог его охраняет фараон видит свои сны которые Иосиф ему толкует как то что ожидает Египет в ближайшие 14 лет видение скажем пророков которые мы читаем например видение Уамоса это видение которое на самом деле касается судьбы Израиля ожидающий его в ближайший период времени и так далее здесь перед нами нечто иное как бы некая ну если угодно мета историческая модель смена царств смена царств и эта смена царств завершается победой 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 одного царства теперь нечто подобное на самом деле мы наблюдали во второй главе книги Даниэля когда царю Новохудоносору тоже приснился приснился сон и сон вот этот глиняный колосс там был был истукан вот этот огромный истукан который на глиняных ногах был и его о том как он рассыпался и пал и как камень который упал на истукана стал великой горой и занял всю землю и там тоже это было истолковано как смена четырех царств и в конце концов бог небесный воздвигнет царство вечное нерушимое небеступное для других народов значит вот этот тот камень который откололся без помощи рук человеческих от горы значит нечто подобное мы наблюдаем здесь хотя как бы общая картина иная здесь не колосс сделан из разных материалов не гора не камень а здесь морские чудовища которые выходят из моря и вслед за тем некий небесный суд о котором мы сейчас будем говорить значит это существенное отличие но возможно что как раз параллель между этими двумя главами объясняет почему первое видение Даниэля написано на арамейском языке возможно с целью как бы завершить некую симметрию да значит видение на арамейском языке сопрягается с рассказом о сне науходоносор да сон Даниэля сопрягается с рассказом о сне науходоносор и таким образом переход от арамейской части к еврейской носит менее механистичный характер да мы могли бы сказать что все рассказы на арамейском а все видения на еврейском но нет наш автор избирает некий плавный переход и первый рассказ написано первое видение написано на арамейском языке теперь что же мы здесь видим моря четыре конца четыре конца света и из него выходят разные звери причем три зверя в общем как бы обычные в том смысле обычные известные нам лев пусть даже крылатый лев медведь которого подняли на дыбы леопард с четырьмя птичьими крыльями на спине ну в общем это как бы знакомые звери четвертый же зверь подчеркнуто что он ни на кого не похож вообще непонятно что это такое грозные ужасные несравненные мощи огромные железные зубы он все пожирает и разрушает значит в принципе в принципе возможно что вот эта первая часть видения на самом деле все это видение и так некоторые комментаторы и толкуют содержит в себе эхо древнего мифа о сотворении мира я напомню вам что древний миф о сотворении мира мы когда-то это обсуждали в частности вот например месопотамский миф который дошел до нас например в вавилонской версии инума элиш представляет собой историю о том как бог творец должен сначала сразить представителя или представительницу более древнего поколения богов кстати то же самое мы наблюдаем в греческой мифологии но здесь важно то что это представительница это морская пучина теама которую окружают страшные чудовища с ними сражается бог творец мардук и победив ее он создает мир эхо этого мифа мы слышим и в Танахе у нас есть тексты не в книге Берешит правда но есть тексты в которые там скажем в псалмах книги Иова у пророков которые говорят о том что перед тем как сотворить мир бог должен был усмирить море и уничтожить его чудовищных обитателей значит нечто подобное происходит и в нашем видении выходят эти звери окончается все тем что последнего самого несокрушимого зверя судят вот этот ветхий или древний днями и этот зверь лишается своей власти и уничтожается а власть дается кому-то другому теперь что же это за звери судя по всему мы опять находимся все в той же знакомой нам модели четырех царств которая возможно коренится еще в иранской исторической модели но хорошо известно нам из селевкидской эпохи где смена происходит таким образом ассирия мидия персия греция вот четыре царства значит мы уже говорили о том обсуждая главу о сне на выхода носора что в книге даниэля ассирию судя по всему замещает вавилон и таким образом получается серия вавилон мидия персия и грец значит это замена объяснимо исходя из как бы внутриеврейского религиозного и исторического сознания потому что именно вавилон воспринимается как гораздо более грозный враг чем ассирия в ту эпоху вавилон это разрушитель иерусалимского храма он затмил собой ассирию которая завоевала в свое время весь ближний восток и была гораздо более мощной империей чем вавилонская вот и в частности завоевала израильское северное царство но как бы ее можно было бы по идее сюда включить но для этого модель должна была бы видоизмениться и стать пятичастной а модель четырех частной значит мы знаем что действительно вавилон и мидия вместе участвовали в том чтобы поразить ассирию поэтому смена которая есть книги даниэля вавилон а потом мидия не соответствует реальной действительности что же касается других деталей мы уже их обсуждали там дарий медийский который на самом деле был дарием персидским теперь некоторые детали этого введения остаются нераскрытыми по сей день мы на самом деле не знаем точно что что обозначают те или иные детали в описании зверей как бы нам например не очень ясно не очень ясно почему почему медведя в пасти среди зубов торчат торчат три кости почему именно три кости это не ясно хотя все предполагают что медведь это в данном случае символ мидии некоторые считают что это связано со свирепостью медведя медийцы славились своей свирепостью что касается крылатого льва то тут как раз более понятно крылатые львы очень частые как бы образы в религиозной в вавилонской религиозной культуре так что это неудивительно непонятно правда что значит что его поставили на ноги словно человека и дано ему было человеческое сердце по поводу льва не ясно не ясно было также почему до конца не ясно почему персия представлена в виде леопарда некоторые считают потому что перс кир стремительно завоевал бавилон буквально произошло совершенно мгновенно и леопарг воспринимается как тоже такое очень быстрое животное тоже здесь с крыльями почему четыре головы головы не ясно некоторые считают может быть имеются в виду три четыре центральных царя персидских которые были как бы знакомы еврейской традиции сам кир его сын комбиз дарий и артак артак серкс серкс некоторые считают что не комбиз а вместо него артак серкс который упомян в книгах эзра и нехэми а кто такой четвертый зверь а вот этот который не похож ни на кого страшен и ужасен видом всех уничтожает я думаю что если мы определились с тремя первыми зверями то с четвертым зверем определиться еще легче это конечно Греция это конечно Греция причем вот этот зверь грозный ужасный несравненной мощи да и у него десять рогов что это за десять рогов полагают да что десять рогов это начиная с александра македонского и далее династия селевкидов вплоть до антиоха эпифана да то есть получается тогда что сам александр это как бы зверь а десять рогов это вот эти десять наследников начиная с селевка первого а три рога которые уничтожаются да маленьким рогом значит и маленький рог это последний рог заметьте что же это за маленький рог может кто-то скажет из вас кто этот маленький рог который оказывается самым зловредным у которого глаза как у человека и уста говорящий надменно и о котором сказано об этом маленьком роге что он будет вести речи против всевышнего и притеснять святых всевышнего замыслит отменить праздники и закон кто этот маленький рог догадывается это не может быть рим смотрите мы пока в греции мы пока в греции вы восхищаете алекс действительно более позднюю эпоху этим эта модель начнет претерпевать дополнительные изменения кто-то вставит рим соединив его с грецией или уберет соединит прошу прощения мидию с персией и тогда модель будет вавилон мидия персия вместе греция рим а в средние века будет модель которой появится ишмаэль но мы пока в греции кто среди греческих царей мог быть описан таким образом в селевкидской династии устава говорящий надменно речи против всевышнего будет притеснять святых всевышнего замыслит отменить праздники закон кто это посмотри в чате епифана да посмотрю посмотрю сейчас чат да написал михаил антиох эпифан спасибо михаил и спасибо тому кто сказал да это судя по всему может быть только антиох эпифан причем заметьте что деталь чем больше мы приближаемся к греции то есть к времени самого нашего автора тем детали становятся более историчными так мы знаем что антиох эпифан воцарился вообще говоря в обход в обход он не должен был стать царем царем был его старший брат селев четвертый который при невыясненных обстоятельствах был убит и некоторые подозревают в этом антиоха эпифана который таким образом захватить власть у этого селевка был сын тоже антиох его звали тоже антиох и этот антиох был сначала принят антиохом эпифаном это его племянник был мальчик но потом тоже при невыясненных обстоятельствах погиб старший же сын селевка четвертого находился в это время в римском плену его звали деметрий он еще появится и станет царем но уже после смерти антиоха эпифана то есть во всяком случае ходили подозрения что антиох эпифан захватил власть в обход законных наследников расчистив себе дорогу к власти через убийство и таким тогда становится понятным это метафора маленький рог вырос между ними и трое из прежних рогов были вырваны чтобы дать ему место да пожалуйста насколько я помню у селевка он был женат на своей сестре владике и после того как скажем так его был убран селевк антиоха эпифан который вообще по-моему название его казалось звали первоначально имитридат он бежал из Рима где он был заложником верно женился женился еще раз опять-таки на своей другой то есть на той же самой сестре это верно но и как бы поэтому он захватил власть он захватил власть он захватил власть я повторяю насколько помню там его его наследник племянник он был похоже убит но это то что я сказал он был убит этот маленький маленький селевк был убит был убитый селевк четвертый его отец значит они в ясненных обстоятельствах и некоторые считали что козни против него ходят своими корнями опять же вьются это это вьется к антиоху эпифану который действительно тоже находился в римском плену и вернулся как раз тогда бежал и вернулся когда погиб селевк четвертый его его старший брат значит так или иначе как бы вот эта первая часть видения становится более или менее понятным да перед нами модель смены царств царства эти представлены как морские чудовища как причем четвертое чудовище Греция самая страшная самая жуткая не похожая ни на кого которая все захватывает и все уничтожает ну ровно то что собственно говоря Александр и сделал теперь вторая часть вторая часть видения переносит нас из морской пучины на небеса то есть здесь как бы очень такая симметричная структура исключительно симметричная структура морская пучина и небеса низ и верх противопоставлены друг другу кто находится кто находится там кто находится на небесах там некий престол и на престол восседает Атикиамин древние днями чья одежда как белый снег волосы как чистое руно престол пылающее пламя колеса огонь горящий огненный поток течет выходя от него тысячи тысяч служат ему тьмы и тьмы перед ним стоят и судьи воссели и раскрылись книги кто это такой этот ветхий днями кто это такой ветхий днями который садится на небесах вершит суд вы понимаете кто это вы здесь даниэль замахивается достаточно ну не даниэль автор книги замахивается на какой образ кого он здесь изображает смотри в чате да смотрю всевышний спасибо михаил еще раз это очевидно сам бог да здесь у даниэля была традиция первым кто изобразил так бога был и шаяу беномоц который восседал в небесном храме вокруг него тоже ангелы с рафим это шестая глава книги и шаяу а след за тем пророк визионер который находился как раз таки в вавилоне и хискель тоже изобразил мистическое как бы имел мистическое видение где он видел бога сидящего на троне которого уносит колесница из земного храма в небесный и это видение колесницы во многом легло в основу будущей еврейской мистики так вот очевидно что автор нашей книги даниэля он как бы черпает из этого источника он изображает бога но он добавляет здесь нечто или точнее некто кого у пророков не было да вот начинается суд раскрываются книги сам образ книг известен нам и из пророческой литературы на самом деле божественная книга упоминается в одном месте и в Торе Моше в истории золотым тельцом говорит о книге книги есть у бога значит книги божественные книги или божественные скрижали как бы вещи связанные друг с другом книги которых видимо записывается записываются судьбы эти книги раскрываются потом более позднюю эпоху как бы этот мотив разрабатывается и в раввинистической литературе очень широко в связи с судным днем под судным днем я имею ввиду как раз таки Роша Шана Новолетие да вот как бы раскрываются книги и бог судит грешников и судит и оправдывает праведников книга пророка малахи тоже говорит об этом вот здесь тоже упоминаются эти книги значит но но здесь с облаками небесными здесь мы видимо вынуждены будем остановиться но к во крайней мере мы введем это промо с облаками небесными приближается некто Эвар Энаш как сын человеческий который приближается его подводят к древнему днями и ему дается власть чести царства и все народы роды и плена ему покорились власть его власть вечная непреходящая и царство его нерушимо вот этот образ образ сына человеческого сыграет колоссальную роль в дальнейшем развитии как еврейской так и христианской литературы сам на самом деле этот образ опять-таки подчеркнут из книги хискеля правда там этим словом назван сам пророк бог обращаясь к хискелю постоянно пользуется термином бен адам сын человеческий сын адам как он его называет возможно таким образом создавая некоторую универсальную составляющую этого пророка сына дама могу назвать его например сын авраама сын бен израэль но он называет его бен адам теперь вот этот образ это термин переведенный на араме появляется в книге даниэля в этом видении бар и наш и наша задача будет этому посвятим начало следующего занятия понять а кто это собственно говоря о ком идет речь я предлагаю вам подумать над этим да это приводит даниэля в ужас и объяснение объяснение которое дает даниэлю стоящий да стоящим очевидно очевидно подразумевается ангел которые окружают божественный трон он говорит что народу святых всевышнего будут отданы царственность власть величия царства под небесами то есть сам ангел толкует это как народ но мы увидим что есть другие толкования и кроме того дополнительная вещь которой мы займемся это какие-то очевидные вещи связанные с истории израиля в эпоху когда царствовал антиох эпифан здесь об этом идет речь причем используется какой-то странный оборот святые будут отданы во власть ему на один срок два срока и пол срока да такой вот что это такое точно мы зададимся этим вопросом я здесь пока ставлю точку здесь надо продвигаться осторожно по этому тексту и значит вопросы замечания пожалуйста я думаю что по крайней мере очевидно что мы находимся здесь совершенно другом мире нежели тот который мы обсуждали последние занятия да кто-то что-то хочет спросить тут на самом деле вопрос этот почему почему такое резкое резкое переключение этого мира да чтобы рая потому что то что то что описывается сейчас ведь если посмотреть так чисто с точки зрения истории ну отлично почему Греция ведь это же там там как раз был до этого был антиох великий антиох третий которым как в основном нас приветствовал по крайней мере подтвердил еврейские права которые были даны птолемеями при антиохе третьем страна израиля была завоевана селефтидами до этого она в течение ста лет находилась под властью птолемеев египта да значит птолемея египта достаточно целом относились к евреям земли израиля лояльно и не притесняли их особенно и значит когда антиох третий завоевал землю израиля он как бы эти права подтвердил он эти права подтвердил антиох эпифан все развернул почему он это сделал это отдельный вопрос мы об этом тоже поговорим вот но понятно что здесь как бы пролегает та хронологическая черта до которой доходит тонах вот это последняя черта историческая преследования еврейской веры антиохом эпифана мы увидим что дальше этого книга даниэля не идет и как бы ничего о маковейском восстании скажем и еще не известно автору этой книги не известно вот значит я как бы таким образом мы перешли я не ввел термин перешли от нарратива к апокалиптическим видениям апокалиптические видения это ведь на самом деле откровение да это значит некие скрытые да это значение греческого термина калютто да это то что скрывается это в отличие от пророчества повторяю которая в принципе призвана для того чтобы его передать людям здесь речь идет о видениях которые удостаивается только сам герой и они скрываются это будет подчеркнуто несколько раз самой книги даниэля почему скрываются мы об этом поговорим еще вопросы замечания нет вопросов но если нет вопросов завершать окей хорошо это был сложный материал народ думает все правильно сложные домашнее задание вот подумать над этим образом сын человеческий так кто же это все-таки такой мы с этого начнем разговор следующий раз спасибо за внимание хорошо тогда мы на этом заканчиваем пожалуйста вопросы по всем известным каналам на следующем занятии всем счастливо до свидания до свидания спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...